Продолжая глупейшую рубрику всего шахматного Феникса, я в этот раз очень сильный соперник Алексей Яровинский. Очень приличный мастер и хороший блядсор из Украины. У нас какое-то начало с какой-то переменной цвета. Не знаю даже как правильно назвать этот дебют. Ну да, Е5. К сожалению, я не успел Д3 пропустить, поэтому придется сейчас идти на некоторые уступки, видимо. Брать не хочется, а не брать тоже не хочется. Поэтому возьму. Да, ну конечно, у белых тут не может быть никакого перевеса, но с другой стороны особых проблем тоже нет. А6, В1. Может быть хочу В4 и В5, пока просто брал ладью из-под Венгена. Неприятно то, что вчера довольно много пространства. Сейчас на конь Д5 просто возьму коня. Может быть Алексей не пойдет на этот вариант, поэтому, да, конь Д7. Д7. Тяну ладью. Наверное, поведу коня через С4, которые были А5, Б6, Д6. Белых мог бы быть перевес, если бы были ферзи на доске. А без ферзей как-то тяжело рассчитывать на что-то серьезное. Е8, интересно. Прямо под все-то. Странный ход. Вот пока нападу на пешку. Может быть еще нападу на конь Д6. Сессия. Д6, ладья ушла. СССР 8. СССР 8 ничего нет. Ладно, поведу второго коня, хотя, конечно, поле Д5 отдаю. Так, интересно. В общем, не начнутся ли тут какие-то тактические проблемы после этого года. Коль-то на Ф6 все-таки забредает. Теперь на король же 8 раз забирал Ю с шахом, а потом этого коня на Б6 остаюсь с лишним качеством. Но, видимо, лучшего сона еще нет. Видится, должна быть выиграна у белых. Может, какие-то технические трудности еще и будут. Не знаю, А3 или Б3 лучше, но решил все-таки А3, чтобы не давать зацепку. А с другой стороны теперь немножко фиксируют фланг. Мой соперник. Поменяю Чернополов. Может быть, недавно мне он дает сменяться. Не факт, что это правильное решение. СССР 1. Пустоватый ход, конечно. Позиция должна сама себя выиграть. Просто равно его такой вот прорез структуры тоже не должен повредить. Коль в 6, Кроль в 2. Тягиваем фиг. Взяли. Слетенец. Тихоньку позиция белых вообще-то ухудшается. Надо бы обидно такое выпустить. Конь на Б5 как-то пойдет. Ладья на Аш-8. Неприятно. Надо сразу разрезать это все. Может быть, стоит Ладья Б5 и Ладья С7 сыграть, да? Не исключено. Сыграю так с потерей темп. Перевес объективно уменьшился, но и хоть обыграть стало попроще. И нет, риск озевнуть какую-нибудь вилку от коня. К сожалению, теперь у белых объективно-то, наверное, не выиграно. Есть хорошие шансы упустить перевес. Окончательно. Наверное, Ладья Д6 все еще выгодно. Все-таки черные пешки стоят по белым полям. Скорее всего, Алексей откажется от размена. Да, он туда слон, на Ц6 заходит. Пешка Д набегает. Если она бежит, то это будет уже держать очень тяжело. По времени просел, но пока ничего страшного. Да, Д5. Ладья Ж2, король Ж1 просто выигрывает. Алексей явно играет слона. В целом, наверное, просто приму профилактические меры. Потому что беру Ладью на Ж6 и пешки должны... Или на Ф6, наверное, точнее даже, и пешки пробегут. Но времени, конечно, маловато. Да, Ладья, Ф6. Что-то какие-то шахи, скорее всего, нет. Так, ну тогда просто мат два хода. Ну да. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилась эта партия. Хотя лично мне не очень. Продолжение следует...